Дорогие рукодельницы, скоро Новый год, мы с вами будем лихорадочно бегать, выискивать подарки. И если с подарками для родных, близких все более-менее понятно, то для просто знакомых, коллег, вот там сложности. Потому что покупать фигурки, ну, не знаешь, куда деваться от этих фигурок животных, купить что-то еще, на это надо много денег, и не факт, что опять же понравится. Сделайте что-нибудь своими руками, например, рукавички копытца. Когда спрашивают, куда такое носить, на Новый год носить, порадовать себя, родных, близких, уверена, что когда вы такой подарок подарите, смеяться будут, настроение повышенное, гарантированно, тем, кого мы подарили, необычно. И, что самое интересное, вот я стою в этой рукавичке, она удобная, она реально удобная, это полуперчатка, полуварежка, и реально уют на руке. Поэтому, если поменять коровий раскрас на более мирный, обычный, то это стандартные рукавички, которые можно носить с любой одеждой. Они удобные, они приятные, теплые, и в то же время нестандартные. Поэтому дарите такие вещи, которые нельзя купить. Вот такой вот купить, наверное, не получится, в магазинах не продается. Вы можете мало того, что удивить своих коллег, удивить своих знакомых, но в то же время прорекламировать себя как мастера вязания. Потому что, если вы дарите хорошо выполненное изделие, не навязчивое, которое ничего не требует взамен, просто подарили как сувенир. Уверяю вас, найдется кто-то, кто оценит качество, оценит креатив, и, скорее всего, вам закажут и шапочку, и шарфик, носочки, и понарастающие какие-то более серьезные изделия. Потому что, если вы собираетесь вязать на заказ, надо начинать с маленьких вещей. Не надо сразу предлагать что-то большое и серьезное. Люди не готовы платить много сразу. Постепенное нарастание отзывов, постепенное нарастание удовлетворения от вашей деятельности приведет к вам клиента. Поэтому начинайте с малого. Вяжите сувениры на Новый год, дарите. Я думаю, что будете довольны и вы, и те, кому подарились такой неожиданный подарок.